всем привет друзья с вами снова джек шепард и мы продолжаем проходить stalkers of припяти сегодня у нас на повестке дня отправление в припять вместе с нашей командой ребят с нами соколов бродяга ванна и зулус вольный stalker надеюсь вот он с собой так что думаешь о сколове конечно не штурмовик но ствол руках держать умеет только какой-то он рожей кислый больно будто одни лимоны в пайке что думаешь бродяги монолитовцы обычно фанатичные неистовы бойцы а вот как с бывшими монолитовцами не ясно бродяга внешне вроде бы спокоен чую что это только внешне а представляете да будет такая подстава что это будем по припяти тем среди и такой снова на него влияние пси поля кого-нибудь пойдет и он по нам стрелять начнет ладно думаю бойцов нам хватит можем идти славно отряд подняли задницы задание выполнено припяти 1 собрать отряд для похода в припять ну что ж в туннели ждут нас туннели под юпитером до самой припяти еще далеко азот нам сейчас откроет путь ничего мне тут и только я с открытым лицом ну что готовы готов отряд бигда готов так у ванна дробовик значит я тоже готов соколова снайперка ох не нравится мне все это а нет соколова акаха меня тоже снайпер как у бродяги что с богом ну что у нас снова задание добраться до дорогой пошли давайте что ли я вперед тогда пойду я буду здесь говорить тише чем обычно потому что я максимально сосредоточить ехали ничего не вижу впереди тихо 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 из ножки тоже бегут что ли они будут хозяева так тихо все хорошо бедный кракозяберчик вообще не ожидал бежал себе тут и кипеть мужиков без так лучше я думаю больше патронов потратить чем меньше здесь но быть уверенным что все выживут все мы добрались за припихе так быстро блин ребята я не хочу эти ворота открывать ей богу не хочу я тупицы все готовы зону полез так так все живы все нормально посмотрим сейчас где здесь не больно бьет так за мной все и смотри дорогой здесь пролезть можно все прошли вроде бы так вану 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 стой стой не торопись не кучкуйтесь вы так расходиться тоже конечно не стоит но похоже в лоб не пройдем думаешь ладно нормальные герои всегда идут в обход ребята 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 что-то не нравится мне здесь странно говоришь есть такое сзади что такое твою мать минус 1 так раз два три нет 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 так все все туда держимся так пусть меня лучше бьет да как почему ты умираешь а вану видите да он сразу убивает нужно просто выследить какой именно да нет он сразу грызет да блин да как они сразу съедают одного вот вот опять смотрите два удара два удара вот тут уже я сажал я просто своих шибусь попасть так стоим вот так вот нет уже один за борт блин я пока не буду это снимать как только всех убью тогда продолжим и буквально со следующей попытки я сделал так что все выжили отлично блин сложно ну там просто как то один прям налетал именно на нашего и сразу с двух ударов грыз блин погоди держим 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 да он мертв все спокойно Не кипишим Фух, четверо Я уже думал трое, думал, зачем я сохранился Все готовы? Ребята Все живы Слушай, красиво, да? Зря мы вообще сюда полезли Охренеть Офигеть Да, а задвигали нам? Ой, задвигали Авиация, работа почетная и не пыльная Поганцы маленькие Так, ну что, куда мы идем-то, ребята? А, беги, звереныш Мне жалко его Охренеть Охренеть Еще аномалия Пойдем ее смотри Нет, слушай, здесь только один раз пройти можно Второй раз мертвый будешь Я постараюсь Дверь обесточена Вану нашел дорогу Ну, тропинку вану нашел Блин, ребята, это круто Так, питание ворот отключено Электричество окончилось Махивает на трансформатор Не, да Э, ты это, если наверх полезешь Возле рубильников осторожней Пацаны, пацаны, иду, иду, иду Это кто? Это кто? Нет Не умер он Так, понятно, значит там какие-то скоты будут Э, ты это, ты наверх полезешь Возле рубильников осторожней Ладно Лежать всем Лучше уйти Из открытого места Все живы, нет Раз, два Ну, точка четыре вроде бы Минзо Четыре, да, все живы Так, пойду Посмотрю, что это за скоты были Что дали у нас Ну, монолит, наверное, да? Да, Леня, кирпич из монолита Поехали Так, тут еще вроде бы двое было. А, вот они. Так, а у меня патроны там на дробовик кончаются. Мало я взял, мало. Знаете, что думаю? Думаю, что автомат не надо у них забрать. Вот вернусь домой, да и выкину из головы это место. К чертовой бабушке. Блин, у них кс вал патроны. Дорезу, то бишь. Так что думаю, наверное, его лучше взять все-таки, чем этот автомат. Так, ну давайте возьмем. А, это вся лавина вообще. Сколько тут у нас патронов-то? 50. Ладно. А тут? 66. А, ну в принципе-то по весу не мешают, так что пока-то, конечно, дробовик, но мы понимаем, да, что мне его не хватит. Надо было больше брать патронов. Ну и эконом не расходует, надо тут уже повзнуть боржами. А я разве? Я же включил электричество. Ворота заблокированы, кнопки рядом нет. Есть добровольцы? Смотаться в диспетчерскую и глянуть нет ли там чего подходящего. Ну вот я, конечно. Может. Главное, чтобы опять никто не напал. Давай, брат, забывай, не беспокойся. Эй, смотри, туда открыто все. Так, блин, я вас не хочу оставлять одних. Но я быстренько. Ой, блин. Да. Прямо метро 2033 вспоминается. Осторожно! Что-то тут не так. Что такое? У меня что-то не так, или у вас? Ядреный корень, что происходит? Где? Они мои. Готовы. Так, путь открыт. Идем? Торчать здесь точно смысла нет. Те двери не худший вариант. Где снайпер это ищи? Я ни черта то не вижу. Какое косое. Какое косое. Да блин, ах, моя косость меня бесит. Все четыре живы, отлично. Так, ждите-дите, я за патронами. Ой-ой-ой-ой, дурак, ой-дурак. Ждите-ждите-ждите, я щас быстро. нечего ты оглушительного нашел вот эта пушка лучше, но видите, патронов-то мало так, давайте покушаем, а то мало ли голод проснется трое нет так, секунду как вы думаете, что я нашел, когда узнал, что у меня со мной бегут три напарника собственно, вот четвертый напарник охренеть так, ну я загрузился, слава богу, он выбрался оттуда и присоединился к нам так что, идем дальше тихо ну что, двинулись так, все подошли так, все подошли так, это уже зомбари, да на них, я думаю, не буду тратить патроны дробовика о-о-о-о-о, супер почему я не могу и чинить оружие дебильный автомат все, патроны кончились а, ты его только убил я только нож достал ох, ты патрончики для всего ну как здесь, вода я тоже, конечно, возьму, но не знаю у меня, по-моему, такого оружия нет по-моему, мы уже не встретили выбрались расстрелите кто-нибудь его, а так, пусть не мучится вот, в лучшем состоянии в лучшем состоянии все со мной, да мы дошли слава богу, мы дошли кто б тебя знал кто б меня знал итак, мы с вами добрались до Припяти прачечная химчистка это кто такие вообще вы разве его не видите оружие на землю, быстро не стреляйте, я лейтенант Соколов, скат-4 второй пилот следую на точку Б-28 у меня есть информация для Ковальского проведите меня к нему ты знаешь Ковальского? ты кто такой? зачем тебе, полковник? это военные, они вышли, да? майор Дегтярев, СБУ прибыл для расследования провала операции Фарватер сталкеры помогли добраться до Припяти СБУ? какого хрена? так и знал, что тут не все так просто да, дружная компания а вы думали просто так здесь ходим, да? зачем сразу ствол, дорогой не видите что ли, мы свои мы с товарищем, мы через все прошли долгие дорога была хорошо, следуйте за мной без меня у меня с военными дел нет и с СБУ тоже ты, стоять! оставь капитан пусть уйдет пусть он идет ладно, хрен с ним следуйте за мной мне все равно, кто на кого работает так вот, значит, военные-то тут все это время живы были в Припяти только заперто считаю так, полковник Ковальский здравия желаю, я полковник Ковальский команду этим подразделением майор Дегтярев, СБУ полномочен расследовать провал операции Фарватер ясно, тогда слушай, что скажу майор без формальности скажу Фарватер накрылся медным тазом да как накрылся вместе с вертушками полегло больше половины моих ребят связи с центром до сих пор никакой вот так, веришь? я тоже очень хотел бы знать причин провал догадки есть? а единственная версия нас сбили нахрен причем из какого-то неизвестного оружия с обалденной пробивной способностью монолитовцы применяли такое против нас во время первого штурма ЧС в общем, я принял решение захватить образец такой дуры изучить ее поближе кстати, если захочешь принять участие мои ребята выследили отряд монолита с этой хренью на руках группа захвата как раз ждет сигнала к началу операции ну как, заинтересовала тебя? да, при одном условии мне нужна вся добытая информация содействовать я продолжаю самостоятельно конечно, майор сложившись в ситуации у меня нет выбора кстати, загляни к лейтенанту Кириллову пусть выдаст тебе снаряжение задание выполнено место эвакуации добра за точки Б-28 неизвестно оружие присоединится к отряду так, можно поподробнее задание? тебе с группой захвата необходимо следовать к объекту А-17 капитан Тарасов поможет покажет где это там госпиталь два корпуса с переходом монолитовцы сейчас находятся в западном корпусе а вы устроите засаду противоположному оружие у них должно быть собой точнее, у самого ненормального из них кто он? вероятно, лидер отряда ребята видали, как он читает проповеди своим бойцам? честно, в прямом смысле будь осторожен черт знает, чего от такого ждать я понял, полковник бывай так, ну в принципе мы с вами нашли военных мы добрались до Припяти мы находимся здесь точка, по-моему, эвакуации нам показывает, что она тут общежития универмаг астроном резинкниги детский сад школа госпитер старый КБО так, давайте осмотримся здесь до серии завершили я нашла в кармане у мужа лифчик ну, как мне быть? давайте мне, я сам разберусь вечером генерал возвращается домой забытый в кармане лифчик находит жена дорогой ты такой шутник а я все думаю, где я его оставила? с вопросами командиру окей я смотрю, вам тут весело, ребята в этой долбанной зоне нет ни свина погано так, это мне, наверное, на первый этаж потому что тут-то я проходов не вижу ну, ребята, как вы тут хоть поживаете-то? все смеются а один летеха нет он ему и говорит слыш, лейтенант всем смешно, а тебе нет? так я не из вашей части, товарищ полковник ха-ха-ха-ха знаете, двое рядовых решили подколоть прапора товарищ прапор хе-хе-хех килограмм ваты или килограмм ваты но, наверное, килограмм ваты fresh а вот и неправильно одинаково а я вот сейчас ценки главное не дрефить не дрефить, да тогда все живыми отсюда выберемся про килограмм ват и железо там рассказывают так, ну что у тебя можно купить так, как у вас с патронами? пока неплохо, мы недавно монолитский склад накрыли пусть боезапаса там было немного зато, пожалуй, к любому виду огнестрельного в зоне и как только они все это раздобыли есть, знаешь, у меня мысль, что это кто-то из охраны периметра колымит, значит, мое оружие починить сможешь запросто, нас специально обучали ремонту мне нужны патроны а, к дробовику и еще, нет, не дашь? а, понятно, видимо, время от времени надо подходить и брать че, ремонт бесплатный? офигеть ну, правильно, по идее, где тут деньги куда-то должен брать надо было для снайперки взять ну ладно так, ну что, давайте закончим на этом серию продолжим уже в следующий с вами был Джек Шепард пойдем в госпиталь у монолитовцев какое-то непонятное оружие забирать в общем-то, большое спасибо за просмотр и счастливо спасибо за просмотр и счастливо Субтитры создавал DimaTorzok